Как я уже говорил, я собираюсь стать дайвером, то есть лицензированным дайвером получить лицензию. Но сделать это просто так невозможно, для этого нужно пройти определенный курс, который занимает несколько дней. Начинается все с теоретической части, а именно с штудирования вот такой вот книжки и ответов на самые каверзные вопросы. Их, кстати, 120, то есть тест. Итак, первый этап подготовки закончен. Прочитана книжка, очень хорошая, большая, толстая, с картинками. Плюс вот такой вот набор документов, ну это как документы, это скорее тест. Надо его заполнить, кстати, еще вот это личное дело студента, но сам факт. Все вот это уже заполнено. Мы на месте, сегодня у нас именно здесь будет проходить занятие. Обратите внимание, какой классный бассейн. Это специальный бассейн для тренировки дайверов, будущих, так сказать. Он, кстати, неглубокий, 2,5, по-моему, самая глубокая его часть. Но вначале мы вроде бы как фильм смотрим, насколько я понимаю. У нас есть еще одна ученица вместе со мной. Придется, извини. Я зовут Евгения, знаете, как очаровательная. У нас есть инструктор, зовут его Алексей. Алексей, тебя уже знают, кстати. У нас вопрос, что мы делаем первое, что, зачем мы здесь вообще сюда пришли, в этот бассейн. Сегодня мы будем проходить в пурсдайвер по системе НДЛ. Я постараюсь научить вас сегодня дайвингу. Постараюсь. Чтобы вы могли безопасно погружаться везде, где вы захотите. То есть кино смотреть там не обязательно, в принципе? Нет, не обязательно. Не обязательно. Ну, я хотел какой-нибудь боевичок, может быть. Ты переживаешь, нервничаешь, скажи? Нет, я просто, мне кажется, что ничего не знаю. Я тоже ничего не знаю. Мы для этого учиться пришли. Это нормальное явление. У нас три баллона. Леша, ты будешь с нами погружаться? Дин, вкручивайся в баллон. Йог одеваешься. Как еще раз, Дин и Йог? Да. В учебнике это все было. А, да, я читал. Когда вы приезжаете у Дальбан-Редь, первым делом смотрите, какой у вас регулятор, чтобы выбрать себе правильный баллон. Давай, не стесняйся. Никто помогать не будет, сама. Вот это регулятор, что называется? BCD. Регулятор плавучести. И что мне с этим делать? Еще раз перекроешь камеру. Ты, ты. Ни хренашки. Понятно, да? Нормально, нормально, Гарри. Опа. Проверяй. Это как бы не очень правильно, чтобы тебя это разобраться. Что это у нее идеально? На самом деле, пока все совершенно не сложно. Единственный вопрос, если сейчас надо будет это все делать на скорость, как в армии автомат разбирать, собирать, я не уверен, что без ошибок сделают. Мы будем это сейчас на скорость сделать? Нет, потренируемся еще на корабле. Здесь можем разок-другой потренироваться. Один день бассейн по программе, по всем стандартам и четыре погружения в море. Максимальная глубина во время прохождения курса будет 18 метров. Пойдешь со мной на 18 метров? Леш, рассказывай, что делать дальше, куда, как, как, прыгать сразу или что делать? То есть мы сейчас полностью одеваемся в гидрокостюм. У меня 4,45 размер. А мы полностью гидрокостюм тоже будем одевать? Я думаю, жарко будет. Тебе мы ласты взяли 46-47 на вырост. Ты думаешь, я еще вырос, то есть сегодня? Грузик на ногу упадет, чтобы, ну... А у тебя какая ласта? Я маленькая. Вот такая ножка. Следующая наша стадия – это груза. Что, как? Нам нужно собрать грузовой поезд. Поезд собирается очень просто. Поезд должен сидеть плотно, но не перетягивать. Я не скажу, что я прям намного тяжелее стал, кстати. Сделал гадость на сердце радостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Грузики тянут вниз все-таки. Чувствуется. Ты уже чувствуешь себя дайвером? Я уже дайвер. Вот только что погрузился, уже пеное погружение было. Прыгай. Пойдем покупаемся. Пойдем поплескаемся. Прыгай. Ой, не томи уже. Давай, давай. Да не стесняйся там, кайф. Ну, не страшно же абсолютно. Чтобы одеть беседельку, мы должны залезть на беседельку, зажать баллоны в ногу, ставить руки в лямочку. Я в полном проряжении. Мы опускаемся под воду. Я вам показываю упражнение. Вы повторяйтесь. Под водой мы разговаривать не можем, поэтому используем систему. Давай сразу договоримся, что ты говоришь. Ну, когда я классно сделаю. Макс, красавчик, скажи. Я показываю. Окей, ты молодец. Я жмуру. Ты самый крутой вот так будешь говорить, хорошо? Нет. Это я вряд ли буду говорить. Будет просто много пузырьков. Включаем музыку. Нормально. Вот это самое первое упражнение для девушек самое сложное. Потому что не все они могут просто вот хотя бы даже набрать воду или что-нибудь сделать, когда вода попадает в нос. Вот это самая большая проблема. Вот мальчики как-то намного быстрее привыкают к тому, что вода в нос попадает. А первое упражнение надо очистить маску под водой. А там, естественно, вода попадет в нос, как ни крути. И это очень сложно действительно. Ну, не для мужчин имеется в виду. Для большинства девушек, так скажем. Субтитры сделал DimaTorzok У нас легкий перерыв. Мы позамерзали слегка, потому что все-то стало как-то прохладно. Солнце куда-то ушло. И так долго под водой почему-то мне становится холодно. Всего 5 часов в бассейне и замерзли. Всего 5 часов, да. Фигня какая. Еще часик посидим и домой пойдем. А еще часик у нас впереди? Молодец, воздух кончится, стараюсь. Короче, очень здорово, очень весело. И начинаешь себя свободнее чувствовать под водой. Имеется в виду, проходит страх. У меня его как бы особо и не было никогда. Ну, там потренировались как снимать его. Всю эту разгрузку, собственно говоря. Как вот эта вот фигня называется? Опять забыл. Регулятор, да. Если вдруг у тебя упал он, например, там, маска слетела под водой. Что можно делать? Что нужно делать, вернее. Короче, так вот, прикольно. Очень здорово. А как наша ученица, расскажи. Себя свободнее стало чувствовать? Да хорош уже. Ты себя легче стала чувствовать под водой? Счастливее. Ты уже себя уютно чувствуешь, если вдруг что-то слетит, там у тебя маска какая-нибудь там? Или регулятор? Да мне просто не страшно. Уже? Узоком мужиком. Тебе хорошо, тебе тепло. Знаешь, вода не щадит никого. Вода это бесполезно. А он на суше сидит, у него вообще сосульки там по-любому. Там, у тебя там сосульки. Сосулька. Маленькая есть. Собственно, все на сегодня наш первый день бассейна закончен. У нас вообще бассейн еще будет или все, дальше море только? День бассейн, два дня море. Два дня море. И мы уже по-настоящему будем погружаться уже, да? Сначала должны повторить все упражнения. Ну, это естественно, конечно. Сделать в открытой воде. Ага. И если у нас останется время, мы будем просто плавать, скриптовать. Но там у нас уже будет опыт. Ну да, мы уже там опытные будем, поэтому все у нас получится однозначно. И будем дайверами. Я тут решил после дайвинга немножко перекусить, потому что жутко устал. Хотел вам показать вот, что бывает, когда забываешь сказать, что тебе нужно не острое. Смотрите, вот это все красное, вот это красный перец. Это капец просто. Ваня такое есть может легко, а мне очень сложно такое есть. Но что остается? Приходится теперь уже. Это, кстати, та самая кафешка, которая возле меня прям находится. Очень клевая, уютненькая такая. Я сюда часто захожу. Ну тут чуть-чуть повыше цены на тайскую еду, чем как бы везде. Чуть-чуть буквально. Но зато близко и никуда ездить не надо. Поэтому хлев. Какая котяра клевая ходит вон. Тайские коты, кстати, не отзываются, ну или редко отзываются на вот это кис-кис-кис, которое мы делаем. Они всеми отзываются на мяу-мяу-мяу. Ну почему-то. Видимо, потому что тайцы кысы-кысы говорить не могут. Они говорят мяу-мяу-мяу. И эти коты привыкли к этому. В общем, первый день был бассейн, где мы тренировались сделать самое базовое упражнение. Но это еще далеко не все. Следующие два дня нас ждет море. Все то же самое мы будем отрабатывать на корабле в открытом океане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова